Встреча с инопланетянами Сегодня в нашей программе вы увидите Обнародованы невероятные документальные свидетельства. Сколько НЛО сбили военные. В руки военных попадало очень много всевозможных форм жизни, и, может быть, тела пришельцев. Раскрыта тайна терзавшей следователей 30 лет. Что произошло на советском полигоне? Над полигоном на высоте около 30 километров в радиолокатор зафиксировали какой-то неопознанный объект. И сенсационный рассказ полковника ФСБ. Кого он увидел внутри летающей тарелки? Которых мне представили как биороботов. И сказали, что вот этих вы принимаете за инопланетян. Каждый день в небе наблюдается нечто невероятное. Эти шокирующие кадры сняты на востоке Казахстана, на окраине села Калбалтау. Местный житель увидел, как над домами зависла некая светящаяся пирамида. Но то, что произошло дальше, потрясло его до глубины души. Пирамида нарисовала себе ромб из света и буквально вошла в него. После чего этот, по всей видимости, портал самозакрылся и исчез. А это видео снято в Ростове-на-Дону. Камера смогла зафиксировать гигантское скопление огней на фоне ночного неба. Это выглядит так, будто над спальным районом плывет огромный корабль. Мало того, его поодиночке сопровождают загадочные красные огни. Никаких версий о природе этого явления специалисты выдвинуть не смогли. А это странное явление заснял прохожий в Москве с территории Новоспасского мужского монастыря. Над Кремлем зависли два загадочных огня. И тоже никто не знает, что это может быть. В отличие от скандально нашумевшего прошлым летом инцидента, который получил название НЛО над Волгоградом. Смотрите, такое видео смогли снять десятки очевидцев. Портал открылся! Чуть, куда портал! Конусовидный, будто кометный столб света. А затем светящаяся спираль. Это видели жители сразу нескольких регионов юга России. Но военные эксперты охладили ажиотаж. Так выглядит запуск баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин-Яр в Астраханской области. Это он и был. О чем официально объявлено. Таким образом, это совсем не НЛО. На днях экс-министр обороны Канады Пол Хеллие сделал ошеломляющее заявление. Высокопоставленный чиновник утверждает. Согласно нашим разведданным, в России есть база пришельцев. Неопознанные летающие объекты неоднократно наблюдались над территорией России и не могли быть секретными земными летательными аппаратами. Стоит напомнить, что Пол Хеллие после своего выхода в отставку уже не раз успел прославиться подобными шокирующими откровениями. Так ранее он говорил, что инопланетяне не только существуют, но и давно живут на Земле среди людей. Какие цели преследует политик? И зачем именно сейчас он это рассказывает? Пытается поведать миру правду или отвлечь внимание от секретных разработок новых видов вооружений. Тем временем Пентагон обнародовал видео, как два американских истребителя преследуют НЛО. Как сообщается, кадры сняты с борта ФА-18 «Суперхорнет» над территорией США у берегов Сан-Диего. На ролике заметен неизвестный дисковидный объект. Он летит на высоте 24 километра над землей. Как стало известно, командир Дэвид Фрэворт и капитан-лейтенант Джим Слейт находились на обычной тренировочной миссии в 160 километрах от Тихого океана, когда им приказали перехватить некий летательный аппарат. Командир Фрэворт был поражен скоростью, которую удалось развить неизвестному воздушному судну. В итоге летающий объект вывел из строя радары истребителей, не способные зафиксировать такую высокую скорость. Догнать НЛО американцы не смогли. Хорошо хотя бы, что не обвинили, как обычно, русских в нарушении своего воздушного пространства. Но что им известно о феномене НЛО и тем более на территории России? Эти кадры хорошо знакомы всем, кто хотя бы немного интересовался темой НЛО. Черно-белый фильм называется «Вскрытие пришельца». И его много лет выдавали за подлинную военную кинохронику расследования загадочной катастрофы 3 июля 1947 года над американским городком Розуэлл, штат Нью-Мексико. Известно, что на ранчо фермера Уильяма Брейзела рухнуло что-то серебристое. Поползли слухи, что это была летающая тарелка, а в ней было четыре мертвых гуманоида, которых потом и вскрывали военные судмедэксперты. Впоследствии было доказано, что на ранчо рухнул секретный американский шпионский зонд «Могул», а фильм художественный и был снят лондонским продюсером в 90-х годах ради прибыли. Его, впрочем, так и не удалось обвинить в мошенничестве. Однако это было только начало паранормальных видеосенсаций. 13 сентября 1998 года американская телекомпания ТНТ показала фильм «Секретные файлы КГБ об НЛО», основной сюжет которого развернулся вокруг ЧП, якобы имевшего место на территории СССР в 1968 году. Лента легла на хорошо подготовленную почву и имела колоссальный успех. В Америке вышел очень такой необычный документальный фильм, ведущим там был Роджер Мур, известный актер, который все время несколько раз сыграл Джеймса Бонда. Фабула фильма развивалась вокруг неких секретных документов. В фильме утверждается, что Советскому Союзу удалось скрыть падение НЛО близ города Березовский в Свердловской области. Авторы заявили, что в основу данного видео были положены материалы из секретного архива КГБ, которые якобы были проданы американскому телеканалу за несколько тысяч долларов. Недалеко от города Березовский, это Свердловская область, Екатеринбург, якобы совершили аварийную посадку экипажа НЛО и по местным жителям по сигналам приехала группа советских спецслужб и Министерство обороны представителей для эвакуации и изучения этого объекта. И шла документальная съемка в этот момент. Посмотрите, американцы утверждают, что это и есть та самая документальная съемка. Помимо съемок обломков якобы летающего аппарата, в фильм вошли кадры, показывающие вскрытие тела гуманоида, обнаруженного в месте катастрофы. Интервью с бывшим офицером КГБ, участвовавшим, по его словам, в проведении секретной операции. Для полноты эффекта мелькали и сами документы на бланках КГБ, ФСБ и Министерство обороны. Вскрывают труп инопланетянина, хотя защитные костюмы должны были быть как минимум. Как проявляется скрытие, тоже смешно там выглядит. То есть они под кости просовывают руки, что-то оттуда вытаскивают, не вскрывают грудную клетку, как это делается при любой операции. Многие отечественные исследователи, впервые посмотрев этот фильм еще без русского перевода сразу усомнились в достоверности изложенных в нем факторов. Анализ представленных в фильме материалов выявил множество неточностей и несовпадений. Сразу отмечали ряд несоответствий и в форме образца 60-х годов, и в манере поведения военнослужащих, и в принципе во всей процедуре изучения любого объекта. То есть было очень много несовпадений. В итоге и этот наделавший много шума на западе фильм оказался подделкой. Постановочные кадры с якобы катастрофой НЛО снимались в подмосковных лесах с помощью приглашенных актеров. Таким же фиктивным оказалось и вскрытие инопланетянина. Но зачем западным журналистам нужно было создавать такой грандиозный многомиллионный обман? После Холодной войны показывается то, что мы активно занимались в том числе чтобы зритель понял, что мы активно занимались контактами, разработками связанными с НЛО, чтобы можно было все любые пролеты уфологических объектов списывать спокойно на СССР. Мы ведем разведку с помощью этого оборудования. мы работаем в контакте с цивилизациями. Мало кто знает, что главный промах западных кинопродюсеров заключался вовсе не в умении воссоздать интерьеры 60-х, а в незнании настоящего фактического материала. Потому что реальность может оказаться гораздо интереснее голливудской продукции. Принято считать, что мы русские и нация довольно молодая. В самом деле, 4000 лет назад уже были построены египетские пирамиды. К Рождеству Христову древние римляне уже успели опуститься на дно роскоши и разврата. А у наших предков толком еще ничего и не начиналось. Однако недавно историки решили проверить, а так ли это на самом деле. И выяснилось невероятное. Оказывается, русская история насчитывает тысячи лет удивительных и неизвестных нам событий. Именно эти события мы положили в основу новой книги «Загадки Древней Руси». В ней новые факты, неизвестные ранее документы, сенсационные находки археологов, захватывающие версии, которые пока не вписываются в привычные представления об истории древнего мира. Где случилась настоящая катастрофа НЛО? Весь город почти видел, как над городом пролетел объект? И что показал анализ обломков аппарата? Эксперты сошлись во мнении, что это что-то неземное было. Дело в том, что как минимум одна катастрофа неизвестного аппарата в СССР действительно была. Более того, ученые спецслужбы на самом деле получили на месте происшествия невероятные артефакты, обладающие непостижимыми свойствами. Недавно их изучение было завершено и результаты поразительны. Русский Розуэлл или как ее еще называют авария НЛО на высоте 611 случилось 29 января 1986 года в городе Дальнегорске Приморского края. Валерий Парамонов побывал на месте той аварии. Он возглавлял экспедицию, цель которой была отыскать фрагменты аппарата и выяснить, чей он. Прошло 30 лет, но он никогда не забудет те события. Город Дальнегорск, высота 611, и, значит, в 19 часов 55 минут весь город почти видел, как над городом пролетел объект, значит, шарообразной формы в сторону этой высоты 611. Затем он ударился об эту гору и, значит, раз в 6 подскочил и практически взрыва не было, но был, значит, час примерно горела эта местность и после этого, значит, все утихло. Но дальше события разворачивались самым фантастическим образом. Через пару дней жители Дальнегорска увидели в небе еще несколько тарелок. Они словно обследовали территорию, направляли на место крушения НЛО пульсирующий свет и лучи прожектора. У наблюдателей сложилось впечатление, что новые аппараты искали фрагменты разбившегося объекта. Больше ни на что это было не похоже. Но остались ли от него на земле какие-либо детали? Эксперты постарались это выяснить, однако сделать это оказалось не так-то просто. Практически все следы оказались уничтожены. Когда объект который зависал на высоте 611 и по описаниям очевидцев как будто бы дожигал что-то лежащее на земле. То есть лучи, исходящие из корпуса этого объекта, из этой тарелки, они касаясь земли вызывали вспышки. То есть повисев некоторое время, обработав поверхность, обработав место падения, этот аппарат ушел. Владимиру Зореву было поручено расследование инцидента по линии КГБ. Делом особой важности интересовались на самом верху. Зарисовки трассы НЛО, все показания очевидцев отправлялись сразу в Москву, на Лубянку. Флотилию НЛО зафиксировали военные пограничники. И никто не мог сказать, чьи это летательные аппараты. Они шли без позывных, без отзывов. И шли массово, шли группы. В ночное время по всем показаниям полетов в то время не было. В тот день и обычного ночного время на такой высоте наши аппараты просто не летают. Тем не менее, исследователям удалось собрать фрагменты обшивки неопознанного летательного аппарата в том месте, где он врезался в высоту 611. Некоторые из этих образцов были проанализированы в различных научных лабораториях. И результат оказался невероятным. Помимо оплавленных образцов, которые говорят о воздействии СВЧ излучения, на высоте 611 были найдены странные металлические шарики. Их исследовали в лучших университетах и лабораториях страны. Состав оказался странным. Редкоземельные металлы, лантанцы, репризиадим, неодин, немного железа. После изучения поступила информация о том, что там как бы земные металлы присутствуют, но сочетание их необычное. То есть у нас нет таких технологий, чтобы такие металлы сочетать, там, цинк с кобальтом, с золотом, какие-то прожилки золотые там присутствовали. И эксперты сошлись во мнении, что это что-то неземное было. Но и это еще не все. Оказалось, шарики невозможно уничтожить. Попытки расколоть или раздробить их на гидропрессе не увенчались успехом. Срез для изучения сделали только алмазным диском. Сплав не могут воссоздать до сих пор. В это сложно поверить, но в итоге спецслужбы пришли к выводу. Ничелес. НЛО на Дальнегорском появляется до сих пор. Причем регулярно. Войска противовоздушной обороны Дальневосточного округа использовали свои радиолокационные станции, чтобы отслеживать неопознанные объекты. Был случай, когда НЛО завис над взлетно-посадочной полосой истребителей ПВО. Представьте себе такую ситуацию. Висит огромный шар, испускает луч света, и по территории части болтается некое существо, что один из военнослужащих вынужден был сидеть, не вылазить из туалета. Кроме того, американские кинематографисты не в курсе, но секретные советские документы об НЛО действительно существуют. Взгляните, вот эти страницы исследователи считают подлинными. Это фотокопии из 27 страниц машинописного текста, фрагменты научного доклада. Некоторые эксперты даже предположили, что это черновик или рабочие записи одного из участников эксперимента. Документ плохо отредактирован и не является законченным ни по форме, ни по содержанию. Кроме того, первая страница отчета частично уничтожена, словно кто-то намеренно оборвал штампы и записи о принадлежности документа конкретному институту. Но и так его содержание поистине шокирует. называемых чужими. В отчете описано исследование необычного существа, предположительно инопланетного. Выглядит тело само по нашим представлениям вполне как инопланетный, какой-то чужеродный, но не выглядит как, по идее, он должен выглядеть. То есть там какие-то земные вариации на самом деле. Может быть, мутант какой-нибудь. Но, конечно, я думаю, что в руки военных попадало очень много всевозможных форм жизни, и, может быть, тела пришельцев. И они наверняка изучают это и изучали. Удивительно, но из документа следует, что гигантские, более двух с половиной метров существа не только были живыми, но и разумными, способными к общению, предметной и религиозной деятельности, то есть являлись носителями качеств, которые принято относить только к одному виду – Homo sapiens. Однако, этот вид в тексте назван чужими. Следует отметить, что, согласно существующей традиции, так принято называть гипотетических инопланетян – Алиенов. Подтверждение того, что автор имел в виду именно Алиенов, встречается почти в каждом абзаце текста, где чужих сравнивают с земными многоклеточными организмами. Текст вот этого документа, скажем так, спецификовое описание наводили на мысли о том, что, да, этот документ мог создаваться на каком-то вполне реальном объекте. То есть, по нашей версии, наши доблестные военные могли захватить некое существо, возможно, внеземного или какого-то другого происхождения, и в одной из секретных лабораторий проводить такой отчет. Контакт с пришельцами. Ярких таких случаев появления НЛО посадок было достаточно много, просто они освещались средствами массовой информации. И кого увидел полковник ФСБ внутри летающей тарелки? Которых мне представили как биороботов и сказали, что вот этих вы принимаете за инопланетян. Существуют и более удивительные свидетельства, подтверждающие, что в руки военных могли попасть и другие артефакты внеземного происхождения. Полигон Сары-Шаган в Казахстане. Недавно стали известны подробности странных событий, произошедших здесь в 1978 году. Для проведения испытаний из Москвы прибыла группа специалистов-ракетчиков во главе с известным конструктором Петром Грушиным. К запуску уже подготовили спецустановку. Неожиданно средства радиолокационного контроля засекли посторонний объект над полигоном на высоте 30 километров. Над полигоном на высоте около 30 километров радиолокаторы зафиксировали какой-то неопознанный объект. В тот момент как раз происходили наладка, пуск, испытания ракетного зенитного комплекса С-75. И как бы так сошлось, что в этот момент был произведен пуск по этому непонятному объекту и объект был сбит. Упал он на территорию этого полигона. Что за объект наделал столько шума на полигоне Сары-Шаган? Известно, что прогремел взрыв, а после военному отдали приказ отыскать все обломки сбитой мишени. Что в них было особенного? Площадь полигона 80 тысяч квадратных километров. Это две Голландии. Вся эта территория усеяна обломками сбитых ракет. И никто никогда их не собирал. У вас обычные испытания, сейчас будете сбивать мишень, сейчас прилетит и вы бабахнете. Они бабахали и вдруг оказывалось, что это не военная мишень, а что это вдруг нечто. Дмитрий Калмыков сам много раз выезжал на полигон Сары-Шаган. Его экологическая организация изучает влияние военных испытаний на окружающую среду. Он исследовал едва ли не каждый квадратный метр полигона. Можно сказать, что в обломках объекта, который был найден, присутствовали по традиции очень интересные соединения, очень редкоземельных металлов, керамика и прочее, которые в наших условиях до сих пор очень тяжело создать. А некоторые даже невозможно соединения создать. однако похоже, в сентябре 1978 года на землю упали вовсе не обломки ракеты. Неужели это были фрагменты настоящего корабля пришельца? Военным обсуждать инцидент запретили. Но вышестоящему руководству о сбитом объекте явно было доложено. Результат не заставил себя долго ждать. Тут же налетела куча народу из Москвы, и там разные версии из КГБ, из ГРУ Главного Разведа Управления, из Министерства Обороны. Все изъяли, все записи, всех разъединили, чтобы никто ничего никому не говорил, масса вопросов, допросов. Крупнейший в мире полигон по испытанию противоракетного оружия Сары-Шаган, ядерный Семипалатинский полигон, наконец, космодром Байконур. В советские годы в Казахстане оказались сосредоточены самые передовые военные и космические разработки. Может, сбитый объект был обычным шпионским зондом-разведчиком? Попыткой главного противника в холодной войне Соединенных Штатов получить секретную информацию? В коллекции Дмитрия Калмыкова действительно встречались фрагменты таких американских зондов. Это была такая любопытная горсточка радиодетали, оплавленные линзы, сотовые структуры, такая очень высокотехнологичная вещь. Все это было явно иностранное, страшно высоко научное на вид с английскими надписями. Шпионские зонды-разведчики над Казахстаном в годы Холодной войны были делом привычным. Советские военные их легко распознавали. Дело в том, что обычный зонд дрейфовал в небе по ветру. Объект же, сбитый над Сарой Шаганом в 1978 году, по словам свидетелей, изначально был абсолютно неподвижен. Собранные фрагменты вот этого странного зонда предполагалось изначально, что это какая-то новая техника иностранного производства, которая предназначена для слежения за нашими военными объектами. Но в результате исследования оказалось, что те металлы, те компоненты и, скажем так, те фрагменты, которые удалось собрать, они, мягко говоря, имеют очень странные конструктивные особенности. Так неужели военным действительно удалось захватить компоненты инопланетного корабля? Исследователи полагают, что за 40 лет, прошедших с момента захвата обломков, царыша Ганнского НЛО, ученые вполне могли разгадать секреты материалов, из которых он был создан. И не только разгадать, но и эффективно использовать в разработке современных средств вооружения. то, что удалось собрать, было исследовано, что за материалы и так далее. То есть на земле такого происхождения материалов нет. Вот это действительно был некий сплав. И удалось сделать его земной аналог. И вот этот земной аналог нашел свое, скажем так, применение в новейшем танке «Армата». Но и это не единственный случай, когда в руки российских военных действительно могли попасть внеземные технологии. Авиационный инженер Александр Масулов входил в самую первую исследовательскую группу экспертов по изучению НЛО при Московском авиационном институте. Одной из его обязанностей было создание группы для сбора информации об аномальных явлениях. И эти данные неопровержимо свидетельствуют. Настоящее НЛО совершали посадки на территории СССР. Были посадки под Москвой, под Березовки, выезжала группа в Можайском районе, где были конкретные следы оставались. Ярких таких случаев появления НЛО и посадок было достаточно много, просто они не освещались средствами массовой информации. После распада Советского Союза произошла колоссальная утечка информации из секретных архивов Минобороны и КГБ. Кое-что попало в печать. Страна была шокирована тем, что так долго скрывала Лубянка. Это вот в начале перестройки, когда тут из архивов начали тащить все, что надо и не надо, из архивов ЦК, из архивов Минобороны. мне один из людей, которые были близки к этой документации хранящейся, причем он заранее попросил, чтобы ее анонимность была соблюдена, он передал такой документ на бланке Комитета государственной безопасности. Вы видите уникальный документ, возможно доказывающий, советским военным даже удалось сбить настоящее НЛО. Это инструкция для командира одной из воинских частей, охраняющей обломки корабля пришельца. В связи с имеющимся указанием министра обороны СССР, председателя КГБ СССР, прошу вас передать захваченный объект спецконвоя. Данный объект надлежит тщательно охранять до прибытия спецконвоя. Доступ к объекту категорически запрещен любым должностным лицам, работникам партии и госноменклатуры. Эвакуация объекта будет произведена в ночное время суток. Все мероприятия, связанные с обеспечением секретности, подконтрольны лично председателю КГБ СССР и министру обороны СССР. Любые изменения состояния объекта, малейшие сдвиги не допускаются. Обо всех изменениях температуры, радиоактивности и тому подобного немедленно докладывать в центр. от судна можно сделать вывод, что наблюдения естественно были, не только наблюдения посадки, но и вот такого рода случаи. Однако, кроме этого документа, исследователям не удалось выяснить больше ничего. Каким образом был атакован корабль и куда увезли обломки. Вся эта информация до сих пор находится под плотной завесой секретности. Полковник ФСБ в отставке Владимир Новомлинцев свой случай рассказывает впервые. Он утверждает, что сентябрьским вечером 1990 года наблюдал посадку огромного сигарообразного НЛО длиной около 800 метров на окраине Бишкека. Владимир обзвонил знакомых, но никто не решил сойти с ним вечером к неизвестному объекту. Пошел сам в горы и выйдя за Бишкек я вдруг почувствовал, что как-то мне не очень хорошо, потому что никого дома моих не было, никто не знал даже, куда я пошел. Вернулся, открыл окно и сказал, ребята, видите, никак не могу к вам попасть. Приходите ко мне в гости, приглашаю. По словам полковника, буквально через секунду вся комната озарилась голубым сиянием. И в ней будто ниоткуда появились мужчина и женщина в серебристой одежде. Осмотрели квартиру Владимира и пригласили к себе на корабль. Там только был я в передней рубке. Кроме вот этих как бы нордической расы, там были еще метр восемьдесят, может, метр семьдесят коричневого такого, как покрытые шестью, длинными руками, которых мне представили как биороботов и сказали, что вот этих вы принимаете за инопланетян. Четко корабль стоял в наклонном состоянии, весь бишкек я видел. Владимир хотел осмотреть аппаратуру управления кораблем поближе, но когда начал подходить к существам, управлявшим кораблем, словно наткнулся на стеклянную перегородку. Они сказали, что дальше тебе нельзя, потому что там уже опасно. По долгу службы Владимиру Новомлинцеву приходилось заниматься расследованием необычных сообщений о встречах с неопознанными летающими объектами. Особенно ему запомнились события, которые происходили в районе Сареджаза в Киргизии. Именно в этих местах местные жители чаще всего наблюдают странные объекты. Светящиеся шары, тарелки, сигары, словно в горах находятся тайная база НЛО. В 83-м году я расследовал это массовое появление НЛО в форме шаров. Ну, они были двухметровые, серебристые, они зависали, приземлялись, вся эта катавасия длилась полтора месяца, пришлось с разведотделом вылетать на это место, оставались материальные следы, вмятины, потом и каждый раз они улетали в сторону Китая. У нас была версия, что китайцы придумали какие-то несусветные такие разведывательные аппараты, потом все прекратилось, больше такого не было. Пытаясь разгадать природу неопознанных летающих объектов, военные специалисты не только собирали статистическую информацию о появлении подобных объектов, но и пытались создавать так называемые площадки по приманиванию НЛО. В местах наиболее частого наблюдения аномальных явлений создавали секретные полигоны, основной задачей которых была попытка установления контакта с летающими тарелками. И у нас в горных частях в основном Урал, в основном Урал и туда подальше в сторону Казахстана такие площадки делали искусственно. Делали круги, делали знаки на полях сами, чтобы показать это место обозначения, что можно здесь с нами пообщаться и организовать контакт. Однако эти попытки привлечь внимание НЛО не всегда заканчивались позитивно. Знаете ли вы, что Курская аномальная зона это одно из самых загадочных мест на Земле? Потому что именно здесь фиксирует наибольшее количество загадочных феноменов. Именно в Курске еще в 70-е годы прошлого века впервые была создана секретная авиагруппа, задачей которой был перехват неопознанных летающих объектов. Именно Курская Земля вот уже много лет дает ученым неограниченный материал для постижения тайн нашей планеты. Именно поэтому встреча с жителями Курска для меня представляет огромный интерес. Дорогие куряне, 25 февраля в концертном зале Мегагрин у нас с вами творческая встреча. Будем говорить о военных тайнах, необъяснимых фактах, новых гипотезах. Отвечу на ваши вопросы, послушаю вас. До встречи в Курске 25 февраля в 19.00. Все свои функции возложены на нее именно по противодействию движения этих летательных аппаратов. И что еще знают спецслужбы об НЛО? Не знаю, что у них в голове, есть у них голова или нет. Исследователи отмечают, что нередко и сами странные летательные аппараты оказывают определенное воздействие на земную технику. Например, летающие тарелки легко могут сжигать аппаратуру связи или выводить из строя военные системы. В исследовании данных объектов мы использовали в частности нашу радиолокационную станцию. При попадании луча на данный объект радиолокационная станция выгорела, несмотря на то, что напряжение в данной РЛС было 12 вольт. И выгореть она в принципе не могла никак. Неужели НЛО испытывает нашу технику, проверяя ее возможности? Им не составляет никакого труда оказывать на нее дистанционное воздействие и при необходимости выводить из строя. Неопознанные объекты словно играют с нашей аппаратурой. Они без труда могут создать ложные цели на экране радиолокатора. Или наоборот, могут внезапно исчезать, словно становясь невидимыми. Во время боев учебных вдруг помехи на радаре возникают. Или какая-то помеха непонятная, то есть пропадает цель, вот они должны цель поразить, допустим, учебную цель, другой самолет пропадает или полностью радиосвязь отключается. Ну, вот такие вот моменты. То есть вреда они не приносят. На сегодняшний день, по словам военных экспертов, не существует инструкции и предписаний, как вооруженные силы должны вести себя в случае возможного противодействия НЛО. однако такие объекты в армии рассматривают с точки зрения возможного условного противника. Истребительная авиация свои функции возложены на нее именно по противодействию движения этих летательных аппаратов каким-то объектам или населенным пунктам. То есть если будет возможность не подчиняться, его, естественно, постараются уничтожить. Неопознанные объекты могут совершать и куда более опасные фокусы с земными военными устройствами, доводя до холодного пота офицеров, несущих в этот момент дежурство у межконтинентальных ядерных ракет. Самый известный случай произошел 4 октября 1983 года в 21.30 по московскому времени на ракетной базе Прикарпатского военного округа. Внезапно сработала система предупреждения о ракетно-ядерном нападении. Дежурный ракетных войск стратегического назначения СССР объявил боевую тревогу. По сути, это означало, что американские ядерные ракеты уже на подлете к нашим границам. Между тем, станции слежения докладывали, что ни одна ядерная держава ракетных пусков не совершала. Так что зафиксировали наши радары. Вывод комиссии и сегодня выглядит фантастическим. Неопознанные летающие объекты. очень много стало артефактов, особенно в ракетных войсках стратегического назначения, на арсеналах, базах, на пунктах базирования флота и так далее. Особенно там, где постоянно шел контроль воздушного пространства. Я тогда работал в главном ракетно-артерийском управлении, у нас был доклад с арсенала 61-го, это Лозовая, под Харьковом. Да, там садился и на ПНЛО, значит, зимой растаял снег, значит, после этого, значит, нарисовали, кто был, кто выходил, прислали снимки следов и так далее, и так далее. Следы были где-то сантиметров по 50, по 60, рост был 2,5-3 метра этих ребят, да, тарелка была нормальная, нарисована. К счастью, команды на пуск ядерных ракет не последовало. Как изложено в докладе, неопознанным летающим объектам не удалось воспроизвести на магнитной ленте комплекса шифр генерального штаба, который дает команду на пуск ракет. Однако вернуть контроль над ядерным комплексом удалось только после того, как эти НЛО... А на сегодня наши шокирующие гипотезы закончены. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь, у нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незабываемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова